не мой сегодня день 10 раз пытаюсь начать записывать обзор люди идут и идут так попытаюсь здесь со 105 раза и так сегодня обзор не обзор сегодня у нас что-то такое среднее между обзором и официальным обращением меня как я кроме того что я функционер скандалист и блогер я еще и вице-президент национальной ассоциации пауэрлифтинга поэтому сегодня будет что-то такое среднее значит сначала об истории ко мне значит обратился очередной там интернатовских хейтер скинул одну переписку из какой-то срачной группы скажу честно я давно ни в каких срачных группах не участвую никуда не захожу мало того я даже всех подписчиков прошу не скидывайте когда пишут что-то обо мне тоже меня это заводит зачем мне эти нервы тратить но здесь человек скинул и я бы не обратил внимание не человека урод один есть такой персонаж да нахер я уверен что это он скинул он скинул переписку дмитрий шаталин где-то в своей группе там пишет что-то в какой-то группе дмитрий шаталин это такой сумасшедший персонаж интернетовских которых сейчас много очень для того чтобы убедиться кто это такой он как бы позиционирует себя как спортсмен армлифтер но вы зайдите к нему на страницу там контакт допустим и убедитесь что человек абсолютно нездоровый у тебя там олигархом называет графом там называет черти как там что-то причем это не стёб реально человек что-то нездоровый для этого можно просто его фотографии посмотреть там очень много вот я ему сейчас рекламу сделал но у нас всегда идиоты были как бы вот такие эти терешины у нас народ терешинах любят убойких сырых и сумасшедших ну так вот о чем речь значит скинул мне один идиот причем скинул явно с провокационной целью написал что вот тут про вас пишут ну вот я тут узнаешь я узнал что он тут постоянно приезжает собирается 30 он с оренбурга сам этот шаталин что он собирается на евразию приехать и вот а вы тоже туда собираетесь ехать ну вы не обращайте внимание он идет на такой детский сад такой и как бы он даже достиг своей цели потому что я реально хотел ему голову отбить за то что вот прочел но проблема в том что я спросил у организатора мне сказали что он не приедет он не заявлено его в турне на турнире не будет ну так вот что он написал что меня зацепило я опущу там личные мои качества которые он там это как бы пишет обо мне значит полей посадить было 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 такой такой посадивший на химозу весь свой спортзал даже элиту пузыренко загубил он продав и анаболические реагенты именуемые стероидами мразь по жизни полей хотя я бы лучшего о нем мнения знай сверчок свой шесток но это концовка такая прям в стиле интеллектуала ну так вот зацепило мне конечно здесь единственное то что он затронул катю пузыринку нашу любимицу девочку которая умерла несколько лет назад умерла конечно не от анаболических стероидов была врачебная ошибка она была очень аллергичная и прям сгорела буквально там за 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 полтора дня прям они что-то и туда не не вкололи не то и у нее просто кровоизлияние мозг произошло в реанимации она умерла мы ее помним и каждый год мы собираемся на турнире ее памяти которые спасибо сапиеру проводят в создали в этом году 16 15 16 по моему июня мы обязательно всей команды приедем туда все кто ее знал кто кто ее помнит кто любил и любит ну так вот это меня зацепило и поскольку я не могу до него дотянуться я обратился все таки к андрею репницыну к нашему президенту я говорю андрей вот а совсем недавно чуть чуть назад отмотаю у нас был конфликт на золотом тигре о клеветничестве вопросом стоял один там не до спортсмена стюмени написал клеветническую статью о золотом тигре и после этого без моего участия приняли как бы на рассмотрение кодекс чести национальной ассоциации я согласился полностью с ним и вот сейчас я вынес этот вопрос нашему президенту и как бы возможно ли применить этот кодекс к этому нездоровому мужчине и он пишет конечно сразу несколько статей кодекса статья 3 пункт 3 1 спортсмены не должны вести себя таким образом чтобы оказать неблагоприятное влияние на репутацию над и руководству должностных лиц и силовые виды спорта в целом статья 5 оба пункта 5 1 защита достоинства личности является основополагающим принципом силовых видах спорта любые формы нарушения чести и достоинства личности запрещены 5 по 5 2 спортсмены должны проявлять дух до доброй воли по отношению друг другу взаимного уважения доверия статья 6 пункт 6 1 спортсмены не должны публично в том числе в социальных сетях интернета любым способом оскорблять над и силовые виды спорта официальный официальных лиц лап на коим я являюсь и других спортсменов на основании этого согласна статьи 9 пункта 9 1 вариант 3 можно впаять временный пожизненный диск так что вот мы договорились значит от национальной ассоциации он получит официальное подтверждение я вот здесь сообщаю что как его господи дмитрий шаталин дисквалифицирован из федерации поскольку по нескольким пунктам сразу он проходит пожизненно и он не имеет право больше принимать участие не только принимать участие в национальных в соревнованиях национальной ассоциации пауэрлифтинга но даже как зритель не имеет права там посещать эти турниры но я сделаю исключение и 31 марта в оренбурге будет проходить евроазия он родом с оренбурга он принципе больше никуда и особо не ездит и к слову еще почему меня завело я чуть-чуть назад отмотаю я абсолютно с ними ругался уже года два я с ним не виделся не пересекался никогда нигде и поэтому такая злоба и такая такая агрессия как бы мне совершенно непонятно и чтобы имея зная опыт когда меня забрасывали фейки фейками вот этот да нахер вот это вот ломать штурм когда-то они такие прям произведения скидывали там натравливая друг на друга по мету это я написал дмитрию шаталину о том что вот я просто попросил подтвердить твои это вот это вот изобретение то что ты написал засели нет и вот эти твои домыслы или нет и и опять же еще раз я немножко сумбурно ну как бы наверное эмоциях ну и и не роботы и по бумажке не пишу поэтому что я еще хотел сказать по поводу того что я могу обосновать что это все ложь и клевета и все мои подписчики знают абсолютно что к анаболическим стероидам я не имею никакого отношения в плане продажи никогда в жизни я их не продавал никогда в жизни я их не распространял никогда в жизни я их не рекламировал единственное что я делал это на черное говорил что это черная на белое-белое и то что анаболические стероиды лекарства они как утверждают наше государство последнее время что это яд это лекарство это отсюда никуда не денешься ну то что я не торговал я не то что не торговал я даже никогда там распространял я даже никогда не даю советов никаких и все мои подписчики и не подписчики которые мне пишут в личку все прекрасно знают что как только разговор заходит о фарме я говорю ребята я никогда не даю никаких советов не по применению не по использованию не курсы никакие не расписываю ни за деньги не бесплатно ничего это абсолютно все знают поэтому это такая наглая открытая клевета за которую человек должен ответить но пометуя о том что я все-таки вице президент я разрешаю ему 31 марта прийти на этот турнир и пусть он мне лично подойдет и в глаза повторить то что он сказал вот здесь в этом поскольку он сейчас включил значит дурачка и не отвечает он заходит на эти страницы я написал ему он мне не ответил он мне не подтвердил и не написал что это там фейк или ложь он просто проигнорировал хотя регулярно заходит на страницы я три дня честно подожжу подождала я попросил президента или подождем немножко потому что вдруг окажется что это фейк вдруг он сейчас скажет ребята простите но это я никакого к этому отношения не имею так что вот все всем пока это были последние новости от полей реформа и от национальной ассоциации пауэр-лифтингой России пауэр левтингой России